добрый день слушай короче что я тебе хочу рассказать был я сегодня в этом сыроедческом сыроедном в ресторане живой кухни честно скажу мне очень понравилось широкий у них довольно таки и интересный ассортимент дороговато конечно дороговато для такого лоха как я ну вот ну то есть я допустим заказал там тарелочку супа суп суп пюре с шампиньонами короче не знаю как он там делается на составе шампиньоны орешки кешью и там специи карри сушеный лук а вот ну все это понятно взбито ну лук еще отдельно так притрушены но очень вкусный он такой нежный вкус и этих хлебцы короче хлебцы просто семечки тыквы подсолнухом на по-моему еще консульта или кружу то нет я не как бы так склеена из нашей рука конец и насчет как они держатся я такой он просто вымакиваются в воде формируется формочка и высушивается и держится надо типа как знаешь как хлебушек ну а вот потом это пицца маргарита короче хлебец такой с гречки потом опять таки из сыра кешью типа как такой сырок твор творожок но очень интересный вкус и помидорчики надо просто пробовать значит я так скажу не надо быть каким-то чокнутым веганом или на всю голову при пеленым сыроедом чтобы такое полюбить но мне кажется это любому чеку может понравиться разве что может не понравится этим таким настоящим мужчинам которые считают что мужик без нас они мужик а вот и которым надо именно мясо то тем конечно можно не понравится но как минимум девушкам мне кажется будет очень интересно и этот солнечный буррито мне это что-то слово нравится короче типа как лаваш только из из я не знаю как-то и он не чувствуется шульном отдает на такой тоненький тоненький и так как знаешь завернуты так интересно листья салатов морковка там кукуруза и кукуруза тоже такая интересно вроде как наверное кто вымощен или подмаринованная я не знаю короче мне понравилось этом вакансия у них открыты заполнил я них анкетку зарплата конечно не фонтан 250 гривен в день но мне кажется на меня я считаю для киева это маловато ну с другой стороны если работа в кайф то почему бы и нет я сказал говорю это типа заявление анкету заполнил говорю как есть говорю хочу для этого для опыта попробовать так как бы интересно новые знакомства новая тусовка на них там новый как раз этот открывается ресторанчик а вот потому что еще хотел рассказать говорится у меня тут в киеве один старый знакомый есть вот но он увидел мои видеоролики увидел что сейчас киеве и говорит давай встретимся вот ну так переговорили пообщались там а то все на жизни о будущем а вот все самое удивило что видишь я уже не один такой сумасшедший который считает что недвижимость человеку на вернее что не один у меня и так один друг такой есть который считает что она нафиг не нужно вот тебя взрослый человек и что притом состоявшийся в жизни человек которого есть это семья и говорит что я не вижу необходимости иметь недвижимость своей жизни вот такое вот что я просто хотел сказать короче у меня говорит есть такая штука арт-пикник славы а я уже забыл я тут сижу короче в этом в парке какой-то там слава в общем не важно я все равно видеоролик назову как этот арт-пикник называется наверное ну вот и тут как бы проводят интересные мастер-классы там люди чудо тут рассказывают интересненько ну например я просто смотрю тут я типа сижу короче видишь это называется open open air тут короче должен был быть мастер-класс там по фоткам как классно фоткать какие-то интересные лайфхаки но что там мастер сам мастер-классер не пришел так он говорит перед можешь допустим там заполнить на сайте где-то анкету и выступит ну как выступить или как это называется там со своей жратовой бесполезной а вот понастегивать людям людям интересно все слушают как бы сюда а вот какие-то новые знакомства новые контакты вот я так подумал о чем бы нет ну и вообще на планку короче в этом в парке находится в парке пушкина помню это до этих мастер-классов очень много разный там знаешь наверно на тему там может быть каких-то подделок каких-то ну искусство короче как тепло всякие может быть танцы тут короче на фотке на фото видишь этого мастер-класса нету я тут жду какой-то еще будет мастер-класс что-то с танцами связаны и вообще танцами никогда не занимался но что-то так я не знаю с переходом на живое питание все так интересно стало в частности вот там танцы как-то заинтересовали вот пойду посмотрю что там за на 7 часов вечера короче кара и фишка в чем у смотри ну просто как вот как размышления да вот как бы зарабатывание денег как образ жизни нет неправильно в целом что вот как сетевой маркетинг да это как образ жизни дал то человека как бы это не его можно перевести в такую как в работу то есть ты как бы этим занимаешься попутно просто выделишься опытом это конечно не сразу приходит это кому-то дано от природы кому-то приходит с наработками точно так же и и так вот я например для себя вижу смотри ты к примеру можешь создать определенный рынок потребления даже без какой-либо вот так вот рекламы просто приезжаю знаком знакомься с людьми которые тоже чем-то интересуются которые допустим кто-то приехал да допустим группка людей сидит им это интересно так как тебе все это тоже интересно ты с людьми знакомишься узнаешь что кто почем говоришь то я вот примеру там кто-то туда продвигают там кто-то-то утра устраивают какие-то услуги либо там барыжу такими-то хлебцами не важно что да вот и получается ты как бы расширяешь свой комьюнити создаешь как бы определенный пункт людей вот где можно обмениваться своими товарами услугами ну так вот прикинь тут лето в этом парке протусоваться сколько можно с каким количеством людей познакомиться нет я просто даже к примеру я вчера прошел уже гости к саша оставил его рот те хлебцы короче на презентацию вот он сразу такой артурных ему мне ряд вообще рук очень понравились потому что я понимаю что брать вот эти печеньки покупать в том же штыб но это бред силой кобылы но тут же реально как бы пользуется ну и там же в том же самом офисе девочки которые тоже там за фигурой за свои наверно следят и так далее но вот сразу записали там контакты это шока как а где можно купить верну еще не занять их купить их еще никто не делает вот ну как бы в принципе там и я просто тоже тут даже рекламу так вот не надо понимаешь можно просто это петлять где-то так он знакомится да там с людьми говорить я вот там вот возьми попробуй вот возьми попробуй там я ну клипцы это отдельная тема точно также значит это может быть другие услуги товары короче как как в этом в книжке звенящие кедры анастасия там прочитал потом надо человек должен питаться как дышать воздухом не задумываясь об этом у меня тут рождается мысль человек должен зарабатывать деньги как дышать воздухом не задумываясь об этом он просто должен иметь определенную базу навыков а вот которые могут принести пользу другим людям но это меня такая новая теория жизни рождаются вот и которую может допустим находясь в той или иной обстановке которую может применить и когда он короче всегда будет при деньгах и никогда не останется голодным короче такая новая философия жизни но видишь как бы эту философию наверно не каждый поймет люди то привыкли что не привыкли что человек должен что-то созидать своей жизни привыкли просто что ты выполняешь какую-то непонятную работу за которую тепло должны платить деньги это считается нормой да но я думаю что в этом в 21 веке все очень сильно поменяется потихонечку постепенно один пример второй пример вот люди с этот когда видят какие-то хорошие примеры знаешь одно дело когда теорию гнать а вот это одно дело когда это живой пример и который вдохновляет поэтому короче это так посмотрим что дальше да не чуть не знаю что дальше ничего не загадываю а вот где будем может это траншеи будем копать за этот за хлебушек тоже дело нужно ну ладно бро давай на связи